МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приготовились! Лучший командов! Все хорошо. Давайте работать. У вас правильный баланс. Тихо! Кто против? Лучший командов! Любимый мой! Любимый мой! Нравятся сериалы? Смотрите на здоровье, говорят врачи. Чужие любовные переживания спасают от уныния и одиночества. Сериал «Пока останется» спит. Хочу, чтобы Степа отстал, негодяя. Ой, когда я смотрела, да, первые серии, я думала, мамочка, какая моя Аленка здесь еще? Дориана, добавь немножко змею, предложите больше дать. Мне кажется, что такие женщины есть. А за что это ты бы меня выпорол? Я не такая, но не совсем такая. Все хорошо. Давайте работать. Смотрите прямо сейчас. Все тайны закулисной жизни. Че тише меня снимают! Кто построил город на болоте? Почему актерам категорически запрещено худеть или поправляться в течение двух лет? Что делает на съемочной площадке секс-символ советского кино 80-х? Кто, как, а главное, за что убивает героев сериала? И, наконец, какая библейская история легла в основу крайне запутанного сюжета? Стоп! Гениаль! Он и она. Яков и Рахиль. Любовь вспыхнула с первого взгляда. И пошел Яков к отцу любимой просить ее руки. Отработаешь семь лет – получишь дочь. Семь лет пролетели, как семь дней. Настал день свадьбы и брачная ночь. Но в постели Якова не Рахиль, а ее старшая сестра Лия. Отработаешь еще семь лет – получишь Рахиль. И прошло еще семь лет. Яков получил, наконец-то, Рахиль. За это время Лия родила мужу шестерых сыновей, но любимой не стала. Яков любил Рахиль, но детей у них долго не было. Из-за этого она стала злой и сварливой. Много лет эта история из Библии не давала сценаристам покоя. Но могло ли такое случиться в современном мире? Конечно, нет. Заявка на фильм и дальше бы лежала на телевидении, если бы сценарист и писатель Наталья Козловская не вспомнила о казачестве. Почему казачество, опять-таки? Потому что там даже 30 лет назад еще, вот на Дону и на Кубани, все равно там сохранилась та нравственность, которая вот сейчас, особенно в городах, она уходит, она вымывается. Да ты что? Не забывай, не забывай! Изначально планировали всего 4 серии, которые снял актер и режиссер Александр Мохов. Грубо говоря, там поставить, как это, любого человека, обстоятельства, которые надо, вот и будет образ. Он же подбирал актеров на главные роли. Алену Тихоновну нашли сразу. Нежная и хрупкая Катя Олькина подходила на роль как нельзя лучше. Чудо мое, жена моя. Да и опыт у актрисы немалый. Ей всего 29, а уже успела сыграть в 30 фильмах и сериалах. Мой мастер говорил мне, Катя, ты не вовремя родилась. Ты не нашего времени. Если бы ты родилась вот там, лет 50 хотя бы назад, цены бы тебе не было. Как видите, поворачиваться не очень могу. Если только так, да. Сниматься в эпизодах Катя стала еще студенткой. А 5 лет назад ее заприметили режиссеры. И теперь она главная героиня многих сериалов. Снимается без остановки. А вот нельзя, нельзя вот так. Ой. Да потому что, если я 3 дня не работаю, я уже на стенку лезу. Это какого-то, ну, своего рода наркотик. Марыська! Марыся. Какое странное имя для казачки. Часто возмущаются зрители. Но на съемочной площадке имя прижилось. Взяла вот эту вот штуку. Меня здесь все называют Марыся. То есть по имени ее мало, даже редко как-то. На самом деле Марысю зовут Заряна Марченко. Ей 26 лет. Родилась в Днепродзержинске в семье театральных актеров. 4 года назад закончила Киевский театральный вуз, снималась в эпизодах и терпеливо ждала. Димится чай? Все хорошо. Давайте работать. Я ждала своего режиссера. Марысенька! Однажды дождалась. Мне отправили сценарий первых и четверых серий. Я читала и разрыдалась. Потому что я поняла, что я хочу играть эту роль. Мне очень нравится. Мне это очень близко. И, как ни странно, наверное, первые пробы, на которые я шла, очень спокойно, с какой-то уверенностью. Я пришла и, ну, я это все говорю. Я захожу, и Александр Анатольевич развращивается. Говорит, вот пришла Марыся. Я скажу честно. Я, Зарянка, ко мне пришла одна из первых на пробы. И я понял, что будет играть только одна. Я очень долго бился за нее на канале. Потому что сейчас долго рассказывают требования. Я убедил, что как раз это будет, мне кажется, изюминка. Именно изюминка этого проекта. К счастью, я оказался прав. Ну вот и встретились. Красивый ты. Уже были найдены главные героини. А роль Степана оставалась вакантной. Ну уже. Я готовился к роли Степана изначально. Пришел, первые четыре серии снимал Мохов. Я пришел, он на меня посмотрел и сказал, ну, какой это Степан? Это будем пробовать на Федора. Меня пробовали на Федора. Прошел достаточно успешную пробу. Меня утвердили. Неделю где-то я ходил с мыслью, что меня утвердили на Федора. А потом, когда подобрали его киношных родственников, сестру Марысю и отца Сотника, светленький слава в семью не вписался. Мне позвонили и сказали, что, к сожалению, я не буду участвовать в этом проекте. Я расстроился. И потом через неделю-две мне опять позвонили и сказали, что мы хотели бы попробовать у вас на Степана, потому что они, ну, долго искали Степана, не могли найти. И вот я опять попробовал с Степана, и меня утвердили. Кстати, я усы приклею, а потом... По-моему, у нас коленосы. Вячеславу Дробенкову, 29, родился в обычной семье в маленьком сибирском городке. Занимался спортивными танцами и об актерстве даже не мечтал. У меня сигматизм. Это... Я не выговаривал шипящие звуки. Я разговаривал, вот, здравствуйте, меня зовут Слава. Я из города Усть-Кута. Но однажды директор Дома культуры, в котором танцевал Слава, рассказал о наборе актерского курса и буквально заставил парня пойти на экзамены. Меня, в общем, приняли. Через... пройдя определенные несколько туров, меня приняли, но с условием того, что, если я за год исправлю, то я продолжу обучение. А если нет, то нет. Впрочем, везло актеру Дробенкову не всегда. Москва покорилась не с первого раза. Играя главные роли в Иркутском театре, в кино Слава начинал с массовки. Мне надо было просто пройти в каком-то темном переулке, а там лежал типа труп, мне надо было пройти и быстренько убежать. Ну, я-то человек с театра, все себе придумал, кто я, что я, откуда иду. И я, в общем, иду, вижу, начали снимать дубль, поехали, там, там, режиссер кричит, начали. А я иду такой, ну, боже, мне там, что, наиграл, как, в общем, как лошадь, режиссер матерится, кто это такой, откуда вы его взяли, чтобы я никогда его больше не видел. И, то есть, я понял, что, ну, это кино, что это что-то другое, и, ну, как-то, видимо, по-другому себя надо вести. Не будет свадьбы. Чего? Убить можешь. А перед Богом клятву дать. Так что... Погоди! Вечер добрый. Вы? Ну, что же вы, Алена Тихоновна? Расчетливый, но невероятно обаятельный подлец Петр Аверьянович Каливанов. На эту роль у режиссера Мохова были свои виды. Режиссер Мохов не хотел, чтобы Мохов играл артист. То есть, планов-то не было. Я вам скажу честно, я очень хотел, чтобы эту роль сыграл ваш артист. Саша Кобзарь, мой друг. А Игнатий, как сказал Каливанов, очень сильно испугался за него, побежал за помощью. Да, я знаю эту историю. Я пришел на пробы, именно на роль Каливанова, но на канале, когда я утверждал, они сказали, что он, ну, несколько молод. Я говорю, ну, а кого, кого примерно? Скажите мне. Я говорю, ну, попробуйтесь сами. Александру Мохову 51. За плечами полсотни сыгранных ролей в кино и театре, несколько написанных сценариев и больше десятка режиссерских работ. Я всегда мечтал снимать драмы, мелодрамы. Несколько месяцев актеры провели на съемках в Пирогово, в Киевском музее под открытым небом. История должна была закончиться на том, что Степан хватает Алену, увозит, то есть вот эта погоня. Стой! Ну, стой! Стой, кому говорю! А потом Степан выкидывает Каливанова, вот этого главного злодея. Нет! Не делай его! И они вместе скачут, и там рассвет, закат. Но телевизионным продюсерам так все понравилось, что они потребовали продолжения. Еще 200 серий, как минимум. Финал пересняли. Добавили выстрел. И закипела работа. Александр Мохов, узнав об объемах, с режиссерской должности ушел. Сам. Но когда завертелось, что 250 серий, я просто в силу своей занятости в Москве не могу позволить себе там на эти полтора-два года выпасть и жить здесь. Смотрите прямо сейчас. Кто построил город на болоте? Что делает на съемочной площадке секс-символ советского кино 80-х? И почему сейчас ее трудно узнать? Что на самом деле скрывается за фасадом дома подлеца Каливанова? Какая трагедия легла в основу песни «Любимый мой»? Село Нежиловичи, 70 километров от Киева. Год назад здесь было сплошное болото, а теперь и город, и станица. Бригадир строителей Петр Антонович вспоминает. Был ноль. Ну, с самого початка, это весной, минулой весны, мы приехали сюда, то тут было болото, ничего абсолютно не было. С таким размахом не снимали ни один современный сериал. Уже построено более сотни домов, городских и станичных. Бригада 45 человек, сельские парни, у всех золотые руки. И дом построят, и сами смастерят. Я села, они села, хлопцы. Я, к примеру, свою пропозицию даю, они подказывают, и мы робим. Всю зиму киношники ждали снега, а его не было. И вот дождались, теперь наверстывают упущенное. После чего они находят вот этих вот, правильно? Находят вот этих вот, да. Сериал снимают параллельно две съемочные группы. Переходим в полицейскому участку. У нас это стыковая сцена, она снималась, не снималась как-то. Узнали? Да-да, это Елена Цыплакова. Та самая. Святая Катерина. Когда-то нежная и трепетная, с обворожительной родинкой над верхней губой, она мигом стала секс-символом в далеких 80-х. Сейчас Елене уже, да, за 50. Время изменило и ее внешность, и судьбу. Она исчезла с экранов телевизоров на пике славы. В 27 лет поехала на неделю советского кино в Африку и подхватила там малярию. Чуть не умерла. Актрису спасли. Но появился лишний вес. Были и слезы, и отчаяние. Цыплакова ушла в режиссуру. Теперь на съемках сериала «Станица» именно она главный режиссер. Обнимаешься так на камеру. Нет, обнимаетесь нормально, не думайте, до какой степени кто кого перекрывает. Дальше. Когда вы разошлись, чуть-чуть. Просто, чтобы ты ее плечом вот этим не перекрывал. Актеры проводят на съемочной площадке по 10 часов в сутки. Законный перерыв – один час только на обед. Сейчас, слава богу, вот не так холодно. Так было за 20, и ветер, конечно, бедные актеры. Мы-то еще можем на себя 8 одежек одеть, как капуста ходим. А актерам, конечно, тяжело. Гусы отклеиваются, и говорить сложно, потому что замерзает все лицо. Каждая серия обычно состоит из 30 сцен. Одну серию снимают за два дня. По 15-20 сцен в день. Это очень быстро и очень тяжело. Со стороны, кажется, они все время учат текст. Александр Кобзарь – тот самый, которого прочили на роль Каливанова. А теперь он играет его друга. Учит текст в паузах между съемками. Я никогда не принимал участие в длинных проектах. Никогда. И поэтому два месяца у меня просто был каких-то два месяца ада в моей жизни. Ну, отлично. А Катя Олькина к сериальным объемам привыкла. Сегодня первые сцены без слов, так сказать, немые. Повезло, ведь на улице не меньше 10 градусов мороза. Сегодня это просто райские условия. Солнце светит, тепло. Хотя я привезла с собой бабушкины носочки. А на носочках практически валенки. Я называю это «Прощай молодость». Мы будем видеть ноги? Нет. Ребят, а? Коленька, ноги будешь видеть? Черная? Непонятно. Согрелась и нужно учить текст. Вот у меня тут есть шпаргалочки. Я так готовлюсь к каждой сцене. Готовлюсь к каждой сцене в гостинице, в самолете. Александр Мохов в Киев из Москвы ездит поездом. Хотя сегодня самочувствие у актера так себе, высокая температура, да и горло болит, но работа есть работа. Сейчас выпьет лекарство и будет читать сценарий. Ой, я прошу прощения, я немножко приболел, поэтому мне достаточно, в принципе, по большому счету, два-три раза прочитать довольно сложную сцену. Я ее фотографирую и играю. Ну, разбирая как артист, по смыслу, по сюжету, отталкиваясь, конечно, от режиссера. Но спросите меня через полчаса, я не скажу ни слова. Сейчас, Петр Верянович, беда. Беда. На. Спасибо. Для артиста много текста скорее благо, чем зло. Например, Сергей Деревянко. В первых сериях ему и играть-то нечего было. Принеси, подай, дверь открой. Да, я понял, я понял. Однообразный поза такой, понимаешь? Но так бывает. Режиссер оценил игру актера, позвонил сценаристу и, вот, пожалуйста, появилось, что играть. Сестра, прости, господи, впрот. Мерзкий, подлый тип. Лживый, вороватый. То есть, у меня в нем, то есть, я бы с таким не дружил. Не беспокойтесь, господа хорошие. Маленькая остановочка. Актер Владимир Горянский в сериале тоже играет злодея, но доброго. Ну как, Козьма? И не проживились ничего. Лысый типаж. Потому что мне Маша как-то меня спросила, дочка моя, говорит, пап, кого ты там играешь? Я говорю, Маша, играю бандит. Она, как, папа, ты бандит? Я говорю, Маша, спокойно. Это добрый бандит. Как зовут ты? Это в фильме от станицы до города много верст. А здесь рукой подать. А можно и подъехать. Вообще, здесь все похоже на сказку. В кино, когда, например, гости заходят в дом богача Каливанова, сразу попадают в такие апартаменты. Если мы войдем в дом, увидим вот что. Грязь и разруха. Это потому, что все интерьерные сцены снимают отдельно. В павильонах. Павильон. Зимой здесь тепло, а летом холодно. Если не включены софиты, мрачновато. Зато, говорит второй режиссер сериала Бата Недич, можно построить все, что пожелают сценаристы. Вот у нас зимнее окно сейчас. И на улице снег. Вот он. Режиссер Бата Недич серп. В 80-х приехал учиться в Советский Союз, да так и остался. Вот у нас день и пейзаж, который видим из окна, да? Но легким движением руки мы переходим в лето. И тоже окно замазано, видишь? Здесь все это выглядит как настоящее, хотя это бутафория чистой воды. Вот это бутафория чистой воды. Это не лук. Он же выглядит хорошо. Иконы тоже бутафорские. Если подойдете поближе, вы увидите, что они никакой ценности не представляют. Но смотрятся они как настоящие. Дом Сотника. Мы работаем в любую сторону, абсолютно в любую, на 360 градусов. Потому что вот те сериалы, которые мне пришлось снимать в Москве, там в основном две стены или три стены. И работаем только в одну сторону. А здесь мы можем себе позволить работать абсолютно в любую сторону, какую захотим. Давайте с текстом в руках репетиция. Репетиция с текстом в руках. Приготовились! Бата уверен, неважно, работаешь ты в сериале или в большом кино. Главное, делать это с любовью к своему зрителю. Я довольно часто шучу и говорю о том, что вот снимаю свой сериал для трех бабушек. И четвертая, которая на огороде, иногда приходит и смотрит. На самом деле, то, что мы сейчас делаем, может смотреть любой. А вот то, что увидите только вы. Утром Слава Дробенков снимался на площадке у режиссера Елены Цыплаковой, а вечером прибежал к режиссеру Бате Недичу. Приготовились! Все по местам! Всего-то и нужно было проехать в повозке, но эту короткую секундную сцену готовили и снимали несколько часов. В начале сооружали вот такую искусственную луну. Затем нежно, но долго уговаривали коня сниматься. Он капризничал и спотыкался на льду. Стоп! Фильм – это не только то, что мы видим, но и то, что слышим. Саундтрек – так называется музыкальное сопровождение фильма. В станице звучит около 20 оригинальных мелодий. Главный хит «Любимый мой» звучит сейчас в исполнении автора. Ее зовут Анна Осипова, Анюта или певица Юта. За последние 10 лет она сочинила музыку для многих фильмов и сериалов. И вот однажды ей позвонил друг. Слушай, мы тут кино снимаем про казаков. Я его спросила, говорю, слушай, а у нас любовь какая? Навсегда целую, люблю или люблю, да не судьба? Он говорит, люблю, да не судьба. Так что вот творческое задание было получено. Нам Юта призналась, песню «Любимый мой» вначале написала не для сериала, а для себя, чтобы спастись от тоски из-за смерти любимого мужа. Я вдруг эту мелодию услышала. И текст у нее был, у этой песни, совсем другой. Текст был другой, не буду сейчас вам его говорить, но это был текст просто про наши с Олегом... Наши с ним разговоры после его смерти, скажем так, потому что я с ним разговаривала. Они познакомились на работе. Он, Олег Осипов, был продюсером известного сериала «Солдаты», а она работала там композитором. За пять лет семейной жизни у них родилось трое детей. Сын и дочки-близняшки. А потом Олег ушел. Красивый мужчина в расцвете сил внезапно умер. Сердце. Просто удар и все. Песню из сериала обожают дети-певицы. Смотрят фильм с бабушкой, а вечером поют «Любимый мой» вместо «Колыбельной». Любимый мой, еди, как войны ветер, Кошачья кровь... Да, кот твой мой... Когда я услышала «Кошачья кровь», все, ночной сон был сорван. Обычно Аня слишком занята, чтобы смотреть телевизор, концерты, запись нового альбома, забота о детях и все же за судьбой героев сериала следит. Степан – это идеальный партнер, потому что его можно как угодно. Мне что-то как угодно. Что хочешь с ним делай, ему все нормально. И Алена, которая тоже. Вот, прости, пожалуйста, ну вот, овечка. Да, мы об этом разговариваем с мамой после каждой серии. Все, давайте снимаем. Смотрите далее. Закулисные интриги. У нас есть постельная сцена. Ну-ну, что-что. Служебные романы. О, боже мой, Слава, прости меня. И съемки с риском для жизни. Страх был поначалу. Кто заставил исполнительницу главной роли влезть в болото? Ну это же вкусно в кино. Кто запретил актерам худеть и поправляться на протяжении двух съемочных лет? Вопрос ни ко мне, я тут ни при чем. За что сценаристы жестоко расправились с красавчиком Богданом? Актеры какие эмоциональные. Я говорю, я вам что, мальчик? Какая любовь без экстрима? Испытание во время съемок – обычное дело. Изначально сцены утопления в сценарии не было. Но фантазия режиссера Мохова разыгралась. Может, утоп кто? Покойников мне еще только не хватало. А тут такой фактурный пруд, такая ржавчина, болото. Я Кате говорю, Катя, сценария этого нету. Катя, она говорит, без вопросов. И лежала в этой грязюке, и лицом вниз, потом переворачивалась. Ребята ее тащили. Ну это же вкусно в кино. В кадре еще лето, а на улице – осень. Чтобы актриса не замерзла, под платье надели гидрокостюмы. О, Господи! Настолько холодно было, насколько неприятно. Потому что, конечно, они нашли озеро, которое в кадре, да, было очень живописно. Но на самом деле это было такое болото, и оно так воняло. И дно такое и листое, и вокруг тина, и водоросли, и черная такая вода. Хорошо воспитанные, дрессированные, но порой непредсказуемые. Лошади в кино – это всегда риск. А ездить верхом приходится практически всем. Я научился быть водителем кобылы. Я научился делать «но» и делать «пррррр». «Но» пошла! Всего в сериале снимается 8 лошадей. Экскурсию нам проводит Татьяна Гуцкала, руководитель конного подразделения. А вот этот же Степа здесь у нас стоит. Мы его закрываем, потому что он жеребец. А у нас есть кобыла. Вот это Степан. Степан, да, Степушка? Красавчик Марыся в кадре и лихо управляет бричкой И бесшабашно скачет на коне Но все это киношная хитрость Когда мы снимали первые четыре серии Я спокойно сидела в седле и управляла Потом у нас летом была некая ситуация Лошадь понесла, я испугалась И вот у меня сейчас какой-то страх бешеный На общих планах Марысю дублирует профессиональная наездница Аня Ну да, было одно падение Я замес с нее скакала и падала На съемках крупных планов Марысю усаживают на самого спокойного коня Это старичок такой, для постоять в кадре Пройти с актером два шага С этого коня, кстати, стоит скульптура на Крещатике С казаком и маем, это лепили с него Не сложилось с верховой ездой и у исполнителя роли Степана Ну, на сегодняшний день скачать, как бы, скарабкаться на лошадь я могу Но все трюковые вещи выполняют ребята А вот Федор, актер Артем Алексеев, скачет верхом все свободное от съемок время Хотя в начале съемок он мало что умел Однажды даже упал с резвого коня Степана Федор! Ну, страх был поначалу, но его нужно просто преодолеть Я, там, многие люди, когда первый раз упадут, потом вообще не подходят А меня как-то наоборот это, не знаю, завело Ах так, блин, я на него еще раз Заводной, увлекающейся и упрямой Именно эти черты характера привели Артема в актерскую профессию Родился он в провинции, в обычной семье Получил диплом переводчика английского языка Но однажды попал в театр И я пришел, сел, и эти люди Там около 10 человек в спектакле Как будто вынули мою душу, вот так постирали в тазики И обратно положили За два часа Театр настолько увлек Артема, что он, отложив диплом переводчика, поступил во ВГИК И блестяще его окончил Он молодец, за 2-3 месяца он освоил все, что можно было Несмотря на строжайший запрет Не есть, не спать и не тренироваться в костюмах Актеры правила нарушают Сколько штанов здесь мы оставили за лето, за год? Нет, вот, нет Костюмеры вздыхают И, говорит художник по костюмам Ирина, шьют новые Всех костюмов для сериала было подготовлено около 1000 штук Это платья, шляпки, сапоги, брюки, косоворотки Все аксессуары, сумочки, в общем, пошито очень много одежды Все костюмы готовят заранее Так что актерам строго-настрого запрещено в течение съемок А это не один год худеть или поправляться За внешним видом актера Александра Кобзаря строго следит жена актриса Она мне сегодня утром сказала Саша, я там посмотрела вчера серию Слушай, тебе надо бы этот Тебе надо бы как-то, ну, тоже в спортзал Потому что, ну что, ты вышел как-то, на тебе там костюм как-то так сидел И ты такой, такой крупный Я говорю, спасибо, спасибо, поддержала Вот когда Олеся уйдет, вы тут еще немножко поговорите и ты ее откручиваешь Не просто и Олеся Жураковская Год назад актриса сильно похудела Да, было плюс 30 Теперь следит за весом Ходит в спортзал или разрывается между театром и сериалом Больше не смотрите на меня так Я этого не люблю Зрители заметили Любаша в кадре никогда не сидит без дела Если в сценарии действия нет, Олеся что-то придумает Ведь настоящие казачки Пряли, шили, вышивали, копали, пололи, доили Но обязательно что-то делали За тем, чтобы костюм соответствовал эпохе Тщательно следят костюмеры Платки, шапки, шляпки, атласные туфли, фуражки И даже нижнее белье У нас есть постельные сцены Все время все встают, ложатся Алена просыпается, встает, Марыся просыпается, встает У всех мужчин есть нижнее белье Какой казак без чуба? Вы знаете, он как настоящий, я так скажу Сразу после выхода сериала на создателей обрушился шквал критики Оказалось, что чуб у Федора не с той стороны Должен быть слева, а он справа А ведь казаки считали Справа ангел стоит, там порядок А слева черт крутит Вот казак и выходит Да, кстати, о чубчике, как видите, они у нас Туда, куда надо нарисованы В ту сторону Но ошиблись во время съемок С кем не бывает Вообще чубы, усы и столетней давности прически Делают актеров неузнаваемыми Меня очень редко узнают на улице Главное без обид Ну не знаю, не знаю После напряженного съемочного дня Николка и Степан, актеры Дима и Слава Решили расслабиться Все то время, пока ребята играли, мы ждали Сейчас девчонки прибегут просить автографы Но нет Узнают меня только консьержки В доме, в котором я живу Иди сюда, снимай Александр Мохов иногда сам себя не узнает В обличии подлеца Каливанова Сразу хочется как-то так немножко Общаться так Ну-ну, что-что Каких вы кровей, каких я, да Когда так снял, сразу вроде Нормальный, простак такой Еще и снять эту такую рубашку И свитерок, и уже можно Другого персонажа ваять Актера Сергея Деревянко Раньше узнавали бабушки с одного киевского рынка И делали скидки Теперь? Ну, после того, как я стал Играть Игнатия Фадеевича Сичкина Мне сказал, говорит, товарищ, говорит Все, Сережа, теперь тебя бабушки возненавидят Потому что ты играешь такого подобного Но на самом деле В 177 серии Мой персонаж Совершит поступок Где я наконец-то понял Что все-таки я играю Хорошего человека Самые красивые и дорогие платья в сериале У Алены и Ольги Девочки-костюмеры Меня так, ну, в хорошем смысле Ненавидят Потому что Я тщательно выбираю сережки Я не могу выйти в одних и тех же сережках В две сцены подряд Вот, поэтому Я очень люблю свои платья Костюмы, шляпки, блузки Героиня этой девушки Нежная, трогательная И очень больная Когда актрису Дашу Егорову Утвердили на роль чахоточной Ольги Актриса тут же поехала в больницу Наблюдать за больными туберкулезом У человека, который болен этой болезнью Вообще определенное восприятие мира У них возбужденная фантазия Во всех смыслах И в плане мужчин Они ненасытны Почему у моей героини Такая сложная ситуация с Николой И с Федором Потому что Не потому что она плохая И не может определиться Кто ей больше нравится Потому что Она по-настоящему любит На самом деле И Федора, и Николу Только в Федоре ей нравится страсть А в Николе его нежность И вот Люди, которые больны чахоткой Они очень остро реагируют На вообще на любовь Они все время хотят Даша настолько вжилась в роль Что иногда непроизвольно Кашляет и за кадром Но никаких суеверий Практически никаких Для меня, наверное, единственное суеверие Это я никогда не лягу в гроб Это абсолютно точно Начали, он отходит Раз, два, ага Говорят актеры Мнительно, как дети Матерь Божья Прошу тебя Помоги, мои девочки Это недалеко от истины Но уж очень индивидуально Вот, например Идут съемки в павильоне Все напряжены А режиссер Бат Анедич Щелкает семечки Семочки Это прежде всего связано Не с съемочной площадкой А с театром И связано с гастролями То есть на гастролях Нельзя в театре Кушать семечки Потому что не будет кассы К кино это не имеет Абсолютно никакого отношения Мы Кушаем семечки И у нас не съемочная А съемочная группа Очень многие артисты Боятся в кадре умирать Но сценаристы настаивают Кто тебя так? Да, это вот такая вот Есть у сценаристов Такая гадская черта характера Вот кого-нибудь убивать В сериале Пока станица спит Каждая смерть оправдана Актер Дмитрий Назаров Так занят в театре и кино Что его еле уговорили Дожить в сериале До 70-й серии Хотя он настаивал Чтобы его сотник Умер в 40-й Усечка Отравлением маменьки Алены Была расстроена и актриса Играющая эту роль И ее киношный муж Народный артист Украины Александр Гитманский Им было хорошо И в кадре, и за кадром Он показывал ей Киев И приводил на свои спектакли Хорошая актриса Замечательная женщина Человечек очень хороший Она коммуникабельный Умный Талантливый И женщина с необычной судьбой Еще 7 лет назад Светлана Потанина Была примой и женой Худрука Кемеровского драмтеатра А потом случилась трагедия 7 лет тому назад Из жизни ушел мой муж Уникальное В 50 лет Светлана Начала новую жизнь в Москве В крохотной квартирке В окружении книг и фотографий Это мой муж Борис Нефанчий Соловьев Народный артист России Заслуженный деятель искусств Звали матушка Доченька Счастье-то какое привалило Она играет в театре И с удовольствием Снимается в кино За 2 года Сыграла 20 ролей И уже дважды Была маменькой Актрисой Кати Олькиной В кино я как раз новичок И Катя в этом отношении Меня профессиональнее Поэтому я скорее Ну я в общем Мы друг другу Отдавались в кадре Усечка моя Это смерть на совести сценаристов Ничего личного Так требовал сюжет После чего Хоть сценаристы и далеко Работают в Москве А съемки проходят в Киеве Но они всегда в курсе того Что происходит на съемочной площадке И если кто-то из актеров Мешает работать И тогда конечно уже Его хочется Всячески там Вот грязи мордой Вот И где-то там на холоде Поморозить Ну чтобы уже просто вот За все муки Которые он причинил Всем Сериал Пока станица спит Любовь, страсть и ненависть На съемочной площадке Смотрите прямо сейчас Как актерская карьера Разрушила семейную жизнь Вячеслава Дробенкова В кого не прочь влюбиться Заряна Марченко Почему главный режиссер сериала Покинула проект В середине съемок И наконец За какие капризы Авторы сериала Расправились с героем Георгия Хостякоева Заперли как барана Не на камеру сценаристка призналась Богдана убила не просто так А по просьбе членов съемочной группы Мол капризничал И демонстрировал звездность Хотя сам актер говорит Всего-то и просил Вовремя отвозить его в Киев После съемки Актеры какие эмоциональные Я говорю Я вам что мальчик Это что такое Что за отношения К украинским актерам Хотя при этом Московским актерам Находили машины Он даже из-за смерти Своего героя Серьезно поспорил с режиссером Ведь по задумке сценариста Богдан Должен был убить себя сам Я был категорически против Потому что Казак Ни в каком случае Не наложил бы на себя руки Мы сняли это так Что собственно говоря Непонятно что произошло Ты что Борис Вообще в сериале Георгий Хостякоев Блистал Почти Высокий Статный Настоящий сын Своего отца Артиста Анатолия Хостякоева Который тоже снимается В этом сериале Играет Бравого атамана Породница с вами Для меня это огромная честь Как ты не думал я об этом В кино по моему это одна работа Где мы Вместе с ним работаем И тем более пересекаемся в сценах Ну как говорится Будем здоровы Но отец и мачеха Георгия Наталья Сумская До сих пор снимаются В станице А он уже нет Пустили же ты Хотя Георгий не унывает Работа есть Да и умирать в кино Не страшно Если делать это с умом Во время съемки Смертельной сцены Положить в карман Бутылочку со спиртным Актер так и сделал Ну и положил конечно В карман Снимаем Снимаем Все вроде сняли Тут члена Цыплакова Бежит в ужасе ко мне После сцены Говорит Боже мой Ты это видел Ты видел Смотрим на плейбэк Лежит Богдан А из кармана У него тихонько Выползает Так коньячочек Такой с акцизной марочкой Так тихонько Так пень И так пень На полочке Какого натворил Он сам на себя Конечно же сцену пересняли И бутылочку коньяка Зритель не увидел Можем Приготовились Ребята Если актеры в проекте Временны То режиссеры Как правило Постоянны Полтора года Елена Цыплакова Отвечала за все И за съемки И за игру актеров И за монтаж 21 122 23 Готовим сцены Мне просто приходилось Там если мы в Бортничев То в обед Идти в монтажную Там или лишний раз Приезжать Я думаю Юр Ну это все Эта фраза Оказалась пророческой Через несколько дней Режиссер Елена Цыплакова Ушла Из проекта Из-за Как раз Вот этого Сумасшедшего графика У нее Масса проблем Со здоровьем И она просто В какой-то момент Очень устала 4 года назад После съемок Очередного сериала У Цыплаковой Отнялись ноги Выздоровление Далось С большим трудом Возможно Сейчас Актриса Решила Не рисковать Ведь даже Трепетная Забота Ее мужа Павла Он на съемках Был и водителем И ее администратором Не спасала От сумасшедших Нагрузок Я отсматриваю Черновой монтаж Я вычитываю серии Я общаюсь с авторами Я общаюсь с монтажерами Это просто Больше нагрузки Вот и все Вот так нормально? Отлично Все Давайте снимаем Незаменимых нет И теперь Вместо Цыплаковой Съемочным процессом Руководит режиссер Олег Масленников Только Матвей Одна нога там Другая обратно Я как бы пришел Я просто тоже был поражен Ну тем масштабом Как это все сделано И когда ты смотришь в кадр Действительно это все соответствует Ну как бы Что это старинный город Купцы там жили Сериал пока Станица спит О любви И без любовных флюидов На съемочной площадке Никак Режиссер Масленников Служебные романы Не приветствует Тишина Слава Полшага назад Отойди Вот так вот И закрывай дверь Снимайте Славу Влюбленный человек Он же может там Нагрубить своему начальнику Не прийти на работу Для него это не важно Потому что он в данном случае влюблен У него как бы Сжигающая как бы Страх Актриса Даша Егорова В любви осторожна Несколько лет назад Она чуть не вышла замуж За Василия Степанова После этой роли Красавчик Степанов Проснулся знаменитым Его нарекли Новым сексимволом Приглашали в Голливуд Его преследовали фанатки В результате Как писали газеты Актера поразило Серьезное психическое расстройство Он ушел из профессии И спрятался От людей в глуши Он просто маленький ребенок Он еще ребеночек такой Которому Несмотря на фактуру его Огромные плечи Огромные мускулы Это все Ну это все Такая внешность Даша и Вася Расстались после Четырех лет отношений Она просто устала Нянчить Великовозрастное дитя Нет, нет Я хочу Все-таки На нормальной семье Нормальных отношений С детьми С которыми я смогу Положиться на своего мужчину И заниматься любимым делом А не думать Как мне Скорее заработать на хлеб Похоже Своего идеального мужчину Даша уже нашла Артем Алексеев И высок И красив И свободен Все нам говорят И все Даже может быть думали Что у нас там роман Не могу Не буду комментировать Ну не знаю Может еще все впереди Катя Олькина Не замужем Свою личную жизнь Держит в строгом секрете Но в этом году На свой 29-й день рождения Улетела в Париж Город влюбленных Одна Так что Делайте выводы Сами Ну так получилось Да Мне просто очень хотелось Вот в этом году Очень хотелось праздника Семейную жизнь Славы Драбинкова Разрушила актерская карьера Он уехал покорять Москву А жена и дочь Варя Остались в Сибири Ну потом Когда мы снова Когда я их уже сюда забрал И когда чуть-чуть сам встал на ноги И Так получается Что Мы стали очень Разными Людьми До сих пор Слава болезненно Переживает разрыв Но Былого не вернешь Просто Спасать уже нечего Ну и не к чему У Степана и Марыси Случился роман Шепчутся на съемочной площадке Но актеры отпираются Меня даже этот момент радует Что ничего не случилось Потому что если бы случилось Наверняка это бы мешало Мешало бы и рабочему процессу О боже мой Слава Прости меня Значит скажу так Мне в жизни Мне Заря Не нравятся Мужчины другие Чуть-чуть чем Слава Вот Но И тут Заря Она задумалась Так любовь Возможно? Опять же Если не Любовь с первого взгляда То Возможно За Качества Человеческие Которые есть Слава Вот Возможно Ну да Да Давайте снимаем Что ж посмотрим Сериал длинный Впереди еще много съемок И никто не знает Чем все закончится КОНЕЦ КОНЕЦ